спонсор выпуска продавец света ну что когда ты уже дочистишь то мне надо ролик снимать а ты мне не даешь давай уже дуй на место добрый день дорогие наши друзья наши подписчики дорогие любимые и просто мой зритель канала добра и позитива говорит и показывает москва россия и в сегодняшнем выпуске я бы хотел поговорить ну на очень такую интересную тему и как скажет серёжа гесс из швеции из готыборга мне это навеяло навеял один комментарий который пришел под одним из недавних моих видео снятых еще на маврикии и этот вопрос задает мне мельников юрий вы все прекрасно знаете это блогер из индианаполиса из америки и он пишет такую вот как бы вещь сергей привет с прошедшими тебя праздниками спасибо за видео я хочу задать вопрос как прожить кризис на ютубе у меня уже двое друзей попали под влияние этого кризиса и не хотят снимать видео мне приходится их уговаривать чтобы они не бросали это интересное дело что думаешь и как вылезти из этого кризиса с уважением юрий но во первых юрий я тебя тоже поздравляю со всеми прошедшими праздниками добра море позитива здоровья улыбок моря короче всего всего что ты сам себе хочешь пожелать не знаю тут такой очень спорный вопрос как который ты задаешь но я попробую все-таки дать на него развернутый развернутый такой ответ и как мне кажется я даже догадываюсь о ком ты говоришь наверное ты говоришь все-таки о серёге гесси из швеции из готыборга а серёге боксере да он как-то снял вот последнее свое видео в котором попрощался со своим зрителем сказал что все ему это надоело там и тролли и хейтеры короче целая тема там была у него поднята в этом ролике да и общем он всем сказал типа чо пока но серёга уже конечно не раз это делал прощался уходил уезжал в америку потом снова приезжал но в этом ролике он конечно говорил на самом деле очень такие от души вещи да и как мне кажется здесь он наверное действительно очень ну прав как бы да я думаю что все таки он конечно вернется я очень в это верю надеюсь но в каждой шутке есть доля правды давайте обо всем по порядку я так этот ролик и назову что расстраивает блогера вот юра из индианаполиса я из москвы серьезный швеция из готыборга в принципе мы живем все в разных как бы до странах городах даже на разных континентах и у всех приблизительно одни и те же проблемы но не скажу что это проблема а некие сложности связанные с работой вот и блогерством и творчеством на ю тубе как ты правильно сказал юра это очень интересная и захватывающая работа работа на ю тубе да это вот некая времяпрепровождение которое затягивает и в том числе меня и в том числе серегу гесса вы знаете я хочу сказать такую вещь если ты предан этому делу если тебе это нравится то тебя не может не ну как бы ничто тебя не остановит ты все равно дальше будешь снимать конечно есть критика со стороны зрителя она бывает разная да бывает конструктивная бывает деконструктивная да деструктивная поэтому очень здесь важно конечно разбираться в чем проблема согласен иногда бывает качество например видео слабое как например вот у меня на маврикии но я же честно сказал ребят если хотите я буду снимать вот в обычном качестве не в hd заливать потому что очень слабый интернет вы сказали да все окей нормально погнали да и почти под каждым видео идет почему такое качество почему такое качество задает практически одни и те же люди это все да ну сколько раз объяснять я даже не знаю это первое да конечно это расстраивает расстраивает вот ну я не знаю вот ты правильно тоже юра говоришь своих видео то есть перед тем как задать вопрос посмотрите предыдущие видео скорее всего там есть ответ я с тобой полностью согласен это золотые слова если говорить например о том что меня расстраивает да расстраивать несколько вещей но первая основная вещь это хамство тут много можно говорить на эту тему тут есть подпункты их очень много тоже они разные но я все это все это дело объединил в один простой такой пункт хамство хамство по отношению ко мне как автору да хамство по отношению к членам моей семьи хамство по отношению к моим родным близким да вот вот это вот первая та основная вещь которая конечно расстраивает вы сейчас мне скажете но это же интернет это свобода слова там все остальное ребят да свобода слова я с вами согласен полностью но это не слова это дикие выражения дикие какие-то знаете вот из первобытного строя какие-то вот выкрики выплески как сережа из швеции с год и борга скажет высерой да которые прежде всего обратно бумерангом прилетают вам в виде невыплаченной зарплаты выйди двоек в школе там не зачета в институте это и есть то обратная реакция на ваш негатив оставленный под видео в комментариях да согласен бывает какие-то вот действительно ну конструктивные вещи там какая-то вот критика там даже можно это пообсуждать можно все это дело развить но знаете иногда бывает просто вот такая вот вещь да вот когда даже читаешь волос дыбом встает поэтому вот такая вещь как хамство мне кажется всех расстраивать в том числе и серёгу гесса в том числе и юру из индианаполиса и меня всех абсолютно она расстраивает конечно да со временем обрабатывается некий иммунитет ты как бы вроде как не обращаешь на это внимания но на это обращают внимание твои близкие твои друзья которые смотрят тебя которые знают тебя на работе которые знают тебя по жизни по твоей да там по спорту вот я сколько раз замечал я прихожу например спортзала есть люди которые С которым я много лет просто знаком И говорит Сергей, как ты терпишь Как ты посмотри, что же они пишут Мне бы его в руки дать, понимаешь Вот я вам приведу простой пример Вот например Если все то же самое, что пишут Сереге Гессу Сказать ему в лицо, встретив на улице Да, вот просто Вот он идет по улице, ты его останавливаешь Вы Сергей Гесс? Да, Сергей Гесс А вот и начинаешь то, что ты ему пишешь в комментарии Говорить в лицо Мне страшно подумать, что будет Поэтому, знаете как, это вот тоже такой пример Это как лев в клетке Вы прыгаете, гримасы строите Как палка через эту решетку Его тыкаете Это же ведь несправедливо что ли И конечно этот лев огрызается Гавкает, не знаю, рычит Но ответить он вам конечно не может Он может вам что-то Ну я не знаю, забанить вас, еще что-то сделать Но это максимум то, что может сделать Блогер, извиняюсь, сейчас отвечу Итак, продолжим Второй пункт нашей программы Что расстраивает, мне кажется Безусловно, каждого видеоблогера Это просмотры видео Ну, я лишь Давайте от себя буду отталкиваться От своего опыта на ютубе Я в принципе уже давно И мне кажется, мне есть что сказать Чем поделиться с вами Ну вот, например Возьмем серию роликов Про московский ипподром Далеко ходить не будем Который я записывал Вот Здесь в Москве На Беговой улице Из трех частей он состоял Там Я записывал интервью Эксклюзивное с директором ипподрома Записывал Конюшни На этом ипподроме Показывал лошадей По миллиону По два миллиона евро Как мне казалось Это очень интересно Как мне казалось Это супер Просто мега Потому что В ютубе мало что есть Про ипподромы Была такая Промозглая погода Я весь заболел Короче Температура 40 была Лежал там Но все равно Продолжал снимать видео Как я их снимаю Каждый день И продолжал их выкладывать Понятно Вы об этом не знаете Это я вам сейчас Просто уже говорю Как бы спустя время Как мне показалось Что эти ролики Будут интереснее Потому что Как я попал вообще На этот ипподром Это действительно Наверное заслуживает Еще одного ролика Потому что Я не знал директора Этого ипподрома Я не знал вообще ничего Я просто пошел на бум Да Подошел к охране Охрана сказала Да все вопросы съемок Только через директор решаются Я пришел туда Значит там приемно Я записался там Представился Значит мне говорят Не-не-не Сегодня не приемный день И как раз он выходил Я говорю Здрасте Я знаете Нет никаких роликов в ютубе Я вот хотел бы Осветить вашу тему Там показать Рассказать Потому что действительно Там старая постройка Есть что показать Там музей Ипподрома В котором вообще Ни одна видеокамера Ни разу не была Да То есть я сидел Там за столом Александра Первого Там за этим Троном его Да То есть все это вот Ну я не знаю Это реально эксклюзивные кадры Этого просто нету И эти ролики набрали Я не знаю там Да мало набрали Да И вот это конечно Расстраивает Потому что как ты думаешь Что вот это будет здорово Это будет клево А зритель это не воспринимает То есть Зрителю этого не нужно И вот поймать Вот эту вот тонкую грань Да То что нужно Очень сложно В ютубе вообще Вот мне кажется Что популярны Такие вещи Как мат Популярны Какие-то вещи Которые там Задевают кого-то Да Откуда вот взялись Например Вот эти хейтеры Да Например Или тролли Значит они Соответственно Выросли на этой среде Да То есть Вот на Каком-то Противостоянии Да Некого добра И зла Потому что вот Мой например Канал Канал добра И позитива Он все-таки Несет Ну мне кажется Такую Развивающую Такую идею Да Своего вообще Ну мой канал Да Потому что очень Много конечно В ютубе Негатива Очень много негатива И когда я руководствовался тем Как бы мне назвать Свой канал Что мне сделать То есть Вот я думал над этим Я думал Ну как же так-то Я же вот Ну как-то я не могу Вот так вот Вот так вот Ругаться там Кого-то обзывать там И все остальное Осуждать То есть Было принято решение Конечно Отталкиваться от обратного И вот тогда Как раз и родилась идея Создания канала Добра и позитива Вот Значит Это вот вторая вещь Которая расстраивает Тоже тут есть много Подпунктов Там лайки Дизлайки Это конечно Тоже такая вещь Ну Я скажу Что относительная Потому что Одна и та же вещь Может кому-то нравится Кому-то не нравится Да То есть Тут соотношение такое Оно бывает разное Хотя Ну вот я уже Опять же скажу Что у меня вот Некий иммунитет То есть Я на это внимание Не обращаю Вот взять например Того же Толяна Да Далеко ходить не будем Да Это вот только Такой Наш некий круг Да Общения Вот он Заметьте Почему он сейчас Мало комментирует Под своими видео Да Правильно Ответ верный Потому что Как только он начинает Что-то писать Он получает свой адрес Правильно Негатив Его учат жизни Ему говорят Что надо идти работать Ему говорят Что нужно там Не знаю Там еще что-то нужно То есть Все за него Все прекрасно знают Ребят Но он взрослый человек Это его жизнь Это его путь Да пусть он сам разбирается Что ему нужно А что ему не нужно Это вот как Я не знаю Это вот взять например Как телевизионная программа Там ОРТ Там не знаю Там второй канал Пятый Десятый Не важно Вы вот смотрите Телевизор В его чпок Включили Пультом И смотрите Там показывают То что вам не нравится Вы что делаете Правильно Переключаете Либо выключаете Правильно Вы же не пишете Письмо в редакцию С гневным таким там Матерным каким-то Да Контекстом Потому что Если такое письмо Придет в редакцию То как минимум К вам выйдет Наряд милиции И не важно Даже если вы адрес Не указали Вас найдут Все равно А в ютубе Как-то это можно делать Понимаете То есть вот Здесь как мне кажется Вот эта вещь Конечно она Что ли не продумана Потому что Безнаказанность Но тут Наказание Будет Другого Как бы порядка Да То есть это все равно Все вот Все это живое Все это видно Все это слышно Все равно Рано или поздно Человек получит Бумерандум То зло Которое он делает Да И это проверено Поверьте мне не 15 лет Я уже знаю о чем я говорю То что ты несешь То тебе обратно И возвращается Да То есть если добро Стоит в очередь Да То зло Лезет без очереди Но оно так же Без очереди Зло и получает Обратно Понимаете И так же быстро То есть если добро Надо ждать Пока оно тебе вернется Соответственно Да Время какое-то проходит А зло нет Оно же влезло без очереди А оно так же без очереди Не получило И вот те Кто меня будут смотреть Просто проанализируйте Свои поступки И посмотрите Да Так ли это Или не так Это вот то что я Как бы второй пункт Хотел сказать То что Расстраивает Каждого Видеоблогера И вот Наверное Еще одна вещь Которую я тоже Наверное Все таки вам хочу довести Хочу вам сказать Это Ну вот знаете Как правильно сказать Даже не знаю Как вам донести Это Ну я уже говорил Это все таки Некое уважение Все таки должно быть К человеку Который для вас работает Для вас снимает Вот Ну Не покладая сил рук Там да То есть тратит свое время Деньги там да Потому что в наше Современное время Сейчас самое ценное Это время Даже не деньги Время И Конечно Он ждет От вас какой-то Нормальной реакции А в ответ Получает Море Какого-то Негатива Не все Конечно Я вот смотрю Даже вот Если брать Например Там Бьюти каналы Там Женские каналы Да Все равно Есть негатив Все равно Его много Он Да Он не матерный Там Он не агрессивный Но он есть Вы знаете Можно и Какими-то Культурными словами Человеку очень сильно Обидеть Очень сильно Обидеть И Конечно Я вам просто рекомендую Перед тем Как Настучать по клавиатуре Что-то Десять раз подумайте Соответствует ли то Что вы пишете Действительность Или это ваши догадки И вот Отвечая на вопрос Юрия Из Индианапресса Юрия Мельникова Я бы все-таки Хотел подвести Такой некий Итог Вывод Того Что Почему люди Уходят с Ютуба Кризис Так называемый Да просто Они устают От этого Понимаете От этого Негатива Ложась спать С этим Просыпаясь С этим То есть Это Ну как бы Это сказать Это копится Это копится И в конце Концов Это Выплескивается В то Что человек Закрывает Свой канал Ну я думаю Что в случае С Сереги Гессом Конечно Такого не Произойдет Но Некие Такие Нотки Здесь проскакивают Поэтому Ребят Перед тем Как написать Сереге Гессу Там что-то Да Там Осудить Оскорбить Там Не знаю Его жену Там Ребенка Там Меня Там Я не знаю Юру Мельникова Того же Толяна Там Понимаете Вы подумайте Подумайте Зачем вам это нужно Мне кажется В этом просто Ну это детская шалость Вот в принципе То что я вам хотел сказать Вот эти вот вещи Все В принципе Я в Москве Буду сейчас вас радовать Новыми роликами Настроение у меня Просто Обалденное Много всяких разных идей Будут встречи с разными Интересными людьми Вот уже есть планы На это Вот Будут у нас И обзоры Будут у нас И готовка на розовой кухне Я кое-что привез Вкусненькое Из Маврикия Вот Будем готовить Будем Вас радовать Буду вас радовать Моего зрителя Что еще сказать Что еще сказать Ну погода конечно Такая холодная Сейчас на улице Поэтому на улице Особо не поснимаешь Поэтому буду снимать В спортзале Буду снимать Дома Буду снимать Может даже с работы Вон сниму Какой-нибудь ролик Покажу Что-нибудь интересное Ну вот Приблизительно Планы такие Все Добра и позитива вам Хорошего настроения И будьте людьми Творите добро Все Юра Мельников Тебе отдельное спасибо За твой вопрос Пока Чао До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok